Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не simulated open знаменителю Все знакомы, что такое是的 Это в основном дизайнеры Она используется Поэтому, Вы как.. Руководитель проекта Да или заказчик Вы про нее можете знать Модульная сетка очень классная штука Это позволяет нам по направляющим Нас homage на блок Специалист это сразу видит Сайт должен быть правильно построен Хороший дизайн Это такой дизайн, у которого нет для чего ищет, у которого уже нет для чего того, что можно убрать. Хорошие владельцы интернет-магазинов, они постоянно проводят анализ, следят за конверсией на сайте, как проводят время пользователей, что можно улучшить на определенной странице. И тем самым каждый месяц прорабатывают страницу, чтобы подать информацию, убрать что-то лишнее, добавить что-то нежное. Стараемся убрать все то, что не нужно, все то, что неинтересно. Для разработки интернет-магазинов, виницы и сайтов, необходимо проводить грехования. Я для этого проекта рассказывала, я скажу, что очень важно знать свою целевую идею, у кого мы разработали проект. Чем люди интересуются? Платишье спасение для их целевая работа? На каком рынке мы были сработаны? Обязательно проанализировать конкурентов, да? Чем мы выделяемся? Чем мы можем заинтересовать только уже продукты? Чем мы можем быть лучше, да? Наши конкуренты. Тематика определиться, ну и возраст был тоже маленький. Возможно, бабушке или каким-то шестнадцатилетним подросткам это будет совершенно неинтересно. Метод олигия. Все знают, что это такое? Все знают. То есть нам нужно, да не выбрать шпровы, всем нужно помнить, что вот этот эффект понравить, впечатлить, создать желание, а потом, чтобы человек взял действие. Это взаимодействие пользователя с рекламой. И вот такое мы получаем собой. То есть здесь можно, вот эту модель можно принимать в интернет-магазин. Например, на страничках товара, на страничках отзывов. Да, где много информации, кто-то что-то пишет про товар. А потом в конце можно еще добавить в категории товаров. Ну и для того, чтобы человек все-таки какое-то зеленое есть. Если он сошел на товар, то есть кто-то еще купил. То есть стараемся вдохновить, заинтересоваться, создать желание им, чтобы пользователь совершил технологии. Всего лишь четыре этапа, по-моему, очень важно. Вот, мы поговорили про то, что важно для разработки, да, дизайн-магазин. Теперь поговорим отдельно, какие же существенные тренды, и какие можно применить в дизайне. Супер такой пример. Запас, все знают. Запас. Вот он сейчас определит мне пока. Очень простой, легкий дизайн. Все очень четко видно. Ну, в каталоже есть картинки, какой-то однородный цвет, вообще белый фон. То есть в них есть несколько, три-четыре цвета, одни шрифты и очень красивая графика. Это все, что нужно для продающего сайта. То есть мы берем пользователя, красивая графика, информация и так далее. То есть один из брендов – это простота и невинус. Вошел в моду блосский дизайн, да, после обновления блосс. Кто-то полюбил его, многие пользуются им. Кому-то он как не нравился или не нравился. Ну, какой-то простой, неинтересный, и так далее. Разные есть впечатления после этого. Но, тем не менее, это пример одной британской креативной студии. Они сразу же после появления вот этого тренда плоский дизайн, да, флэр-дизайн. Они переделали свой сайт, очень крутой. То есть вот это главный список. Очень просто. Иконки. Каждая иконка – это какой-то раздел. Сразу понятно, ну, в принципе, понятно, что вот эта карта. Вот там вот эта кнопочка «Аванс». Какая-то графика очень простая, без каких-то сложных подложек, фонов, там, всего остального. О, я посмотрю. Да, я посмотрю. Так. Еще очень хороший тренд – это массивная типографика. Это может быть какой-то слоган, может. То есть для интернет-магазина понятно, что там, если писать какие-то там скидки у нас на сайте, какими большими группами, это, там, администратора какого-то, да, места на сайте. Это может быть какое-то фоновое решение, например, слоган вашего сайта. Купите у нас хорошую продукцию или там еще что-то. Это может служить во фото, например. Это и красиво, и тем самым выговорите еще какую-то информацию. Просто вот после всего остального. О, про видеоконтент говорили сегодня уже много. Я думала, что это один из таких трендов, который вошел в прошлом году и будет еще дальше развиваться. Для интернет-магазинов это очень важно. Все должны покупать товары, где много информации, где есть отзывы. А если еще есть видео этого продукта, да, или одежды, или какого-то там, какого-то другого товара, неважно, автомобиля, да, обувь, какие-то электроприборы. Если посмотреть этот товар еще в детстве, что вы перевели, то вероятность покупки этого товара растет очень хорошо. Мы стараемся делать. У нас есть отличный доклад Кати Девяткиной, мы уже знаем про него. Она рассказывает, как сделать недорого, но качественно. По-моему, он все сойдет, да? Так что, делаем вам. Постоять это и выяснили. Я уже про это говорила. То есть, для интернет-магазинов очень важно, чтобы он был чистым. Расчиталась информацией. Не пригружать разными плашками, цветными, тяжелыми. Информация должна легко пониматься, потому что она работает в интернете. И они должны легко относить все необходимые информации. Какой интересный тренд, как активируемые какие-то анимационные штуки при скролике, да? Все знают вот эту замечательную стрелочку, которая все время тянется. Вы скролите, а это тянется и позволяет подняться вверх. Это может быть и как стрелочка, и как какой-то там задать вопрос нашему специалисту, или как какие-то человечке, что угодно. Она не загружает дизайн вашего сайта. Только какая-то интерактивная интересная штучка, которая может как бы развеселить и просто создать какое-то хорошее настроение для ваших пользователей. Слайдеры. Ну, часто все используют большие слайдеры. На главной страничке, для интернет-магазинов. Это слайдеры, которые готовят акции, скидки, какие-то актуальные товары сезонные, да? Все это используется слайдер. Слайдер Амазон делает еще какие-то двойные слайдеры. Видно хорошо, да, что есть один такой небольшой или чуть ниже еще одного. Они вот кликаются тоже. Вверху идет реклама какого-то продукта, ниже там отзывы или какие-то рекомендации. То есть можно чуть-таки вот применять штуки. Тематичность. Кажется, да, что очень сложно взять и отобразить взяли тематику интернет-магазина, который включает в себя и электроприборы, и опыт, и розетку все знают, да? У него очень много всего на сайте. Тем не менее, если у вас есть определенная тематика вашего проекта, ее можно очень хорошо обобрать на сайте. Это, например, сайты. Они продают очень красивые, дорогие, не очень, букеты. Вот. Это главная страничка такой вид. А вот это, например, что гнездо-корзина. То есть все понятно. Там мы купили какой-то букет. Вот он продолжал. Вот он строил стуль. Можно изменить количество. Есть цена. Есть кнопку купить. То есть старайтесь, если есть, конечно же, возможность, как-то обобрать тематику. Она запоминается у пользователей. Прозвольник всегда будет возвращаться. Даже визуально где-то увидит планировочек или просто зайдет нечаянно. Он сразу вспомнит, что да, видите, это нечаянно. Адаптивность. Лена говорила, что это важно сейчас уже делать в наше время. Все многие уже делают. Я думаю, все будут это применять. Все же знают, что это будет. Есть планшеты, есть мобильные просто. Да, они абсолютно разных размеров. Адаптивность. Сайт. Это возможность не приделывать сайт. Да. Одну версию. Где будет сайт так шел, красиво и некорректно открываться. Мобильный дизайн, он адаптируется на все устройства. То есть на десктопных версиях. Он большой, какими-то провалками ушами и так далее. На планшетах он может перестраиваться. Обычно это практически 100% отображение сайта. Просто без вот этих ударов больших тушений. Но какие-то уроки, они могут придвигаться вниз. Для того, чтобы можно было пропустить и посмотреть информацию. Да, мобильный устройств. Он немножко оптимизируется. Убирается все нужные информации. Баннеры, какие-то всплывашки. Оптимизируется до меню, до удобства, чтобы нажимать карточку. И, собственно, легко он будет прогружаться. Вот это адаптивность. Надеюсь, что все скоро будет это делать. Потому что интернет-магазины, проводя на то, что есть, у них большой процент заказов товаров именно через бену. Вот, собственно, и про мобильные приложения. Модноказ, по-моему, у нас сегодня выступает, значит, мы расскажем больше. У них есть замечательные приложения для магазина. Я, конечно, я пользуюсь. Мне очень нравится. Этому тренду вообще отдала бы первое место для магазинов. Мобильное приложение очень круто. Не могу не сказать для и-компроекта про покупательскую корзину. На этих проектах нужно максимальное место интересное выделить для корзины. Вот здесь она, например, выглядит вот так в области товара. Вот так она выглядит, когда уже что-то закинул. Да, он там приезжает и уезжает. Но пользователь должен видеть, сколько он закинул в корзине, какая стоимость, оформить заказ, просчитать, вернуться назад, делать дальше покупки, или оформить заказ. Нестандартные диаметры. Можно для интернет-магазинов померить какие-то такие нестандартные штуки. Это для того, чтобы вы могли представить, как же вы могли видеть. Для передачи от нас, они на самом деле. Вот это синее, здесь красное, кнопочки там и синий-красный. Интернет-магазин, они продают системные блоки, еще какая-то продукция. Сложно было, да, вот этой продукции. Скорее всего, что-то однородное, легкое, простое. Но хотелось заказчику что-то нестандартное. Можно было бы там вышли сайты сейчас в сети. Вышли в такой ситуации, как эти моды. И увеличенное поле поиска. Это поле поиска на сайте MySpace. У них вообще был поиск, выделена отдельная страница. Для нехожих проектов поиск очень важен, потому как пользователю, ну, ему надо, если что-то найти, он должен видеть. Это, во-первых, поиск должен быть в каком-то очень хорошо видном месте, чтобы человек быстро находил, получал результаты поиска. Это отдельная тема. Правильно надевать результаты поиска. И, собственно, чтобы дальше человек намокли в целевой лестнице совершить. Чему хотелось бы подчеркнуть, что дизайн обязательно должен учитывать пожелания вашей целевой универсии. Подчеркиваю. Конечно же, решаясь основные задачи цели вашего проекта. Ну, и для каждого красота своя. Делайте очень крутые, красивые, качественные проекты, которые нравятся им только пользователю. Немножко скажу о том, чему в этом году, ну, в этом году, в полугодии уже можно отказаться или уже не использовать это. Это схема морфизма, вот это, кстати, примеры. То есть, какие-то громоздкие фоны, какие-то там полочки, да, раньше ты любили образить что-то такое невероятное. Вот. Это уже не актуально на данный момент. То есть, использование большого количества социальных кнопок на странице. То есть, выносите их куда-то отдельно. Лайк и шер – это понятно. Пусть остается. Но не загромождать информационные страницы по каким-то социальным номерам. Не использовать очень много, ну, большое количество шрифтов, фразов. Ну, предельное количество – это два из шрифтов. И использовать, не использовать сложные фонки, использовать достаточно простые, легкие, чтобы визуально было понятно, где относилось, куда он зашел, что это означает и так далее. Ну, у меня все. Я желаю вам разрабатывать очень качественные, прибыльные, получать прибыль от ваших проектов и очень хороших вам пользователей. Что вы мне говорили? Дедовит или что-то? Ну, я думал, что, когда вы первое время сделали, то это принятие кошек трошки не сдало. Но вы, в принципе, прожилились и меня. Ну, я не встречала. Универсальный дизайн, чем включается, требует интернет и скорая шесть. Вы знаете, я не дай мне на самом деле. Мы уже давно ушли от этого. Я надеюсь, что все обновляют версии на этот форум. И нужно от этого максимум в девятую, по-моему. То есть минимум в девятую, да? Включайте поддержку, заглушка, скачайте новую версию. Так, так, так. Мы не забывайте вас еще. Мы топлянули. А вы говорили про дизайн и дипографику. Скажите, считаете ли вы, что эти бренды можно использовать в e-commerce так, чтобы не страдала юзабилити? И если да, возможно, у вас есть какие-то примеры, которые вы сможете быстро вспомнить в таких сайтах? Да, да. Я, в принципе, вот эти примеры... Василий Дарья Иконус? Да, Дарья Иконус. Почему? Расскажите. Ну, флэр-дизайн, по-моему, очень удачный. Я показала на запас, да? На запас и амазон. Они используют флэр-дизайн. Там нет вот этих подробностей. На запасе это довольно нормальный уровень изобилийс. Потому что вот я когда говорила о том, что тут есть, ну, даже с моим опытом, там, некоторая информация была сложнована. Ну, в принципе, потому что они уже начинают добираться, продавать какие-то еще другие игры, да? А все равно там. Да, согласна. Это не очень простой сайт, где он замороченный, но если на нем уже делать какие-то покупки дальше, да? Когда мы уже зарегистрировались и дальше существующих пользователей, там уже более-менее регулировка системы. Ну, тем самым, это же западный проект, они по всему миру работают. Поэтому, ну, скорее всего, это неопределенно. Сложно выбрать это сделать. Ну, семинар-типографика, это тоже вы показывали на примере? Да. Я почему ее, как бы, включила в список всех трендов? Потому что это можно реализовать, например. У вас есть футбол сайт, да, футбол? Это не зная часть. Вот не обязательно же это написать каким-то швизмом, что мы там, компания, классно, мы что-то делаем. Это можно сделать таким каким-нибудь давающим текстом на фронте у вас сайта. И тем самым он будет и не кричать вот этим, да, за столкнувом, а присутствовать просто как фронт. И тем самым мы что-то сказали вашему фронту. Пожалуйста. К тому еще был вопрос? Кому? Да. Я хотел бы поделиться опытом, обознать ваше мнение о том, как я делал. Все время, только в 2016 году, у нас две команды на розыске «Коммерс Зайн», запускали свой проект и исходили, исходя из вот этих принципов прозрачности, и личности, и тому подобное. Сделали с нашей точки зрения. Ну, и мы как-то считаем. С классные сайты, целую серию сайтов «Коммерс», и сполкнулись с такой бедной шуткой, которая называется «Национальная особенность». Начали всегда «Титбэк» уже в рабочем режиме. И оказалось, что наши люди чувствуют себя на наших сайтах не юно. Это все прозрачно и ничего лишнего. Им чего-то не хватает. Они привыкли к базарам, они привыкли к городушкам. И вот, собственно, возникла такая проблема, что, например, есть катастрофический сайт «Коммерс Зайн» и «Титбэк» и «Розетка». Который продает, да, где-то все чувствуют себя сооткомфортно. Он убогий, я не туда анализировал, но бумага, если он продает, зачем его менять? Задался вопрос, сколько надо же в этот вызов? Почему нельзя это резать? Ну, такая вот специфика и вопрос, что с ней делать. Потому что, с одной стороны, да, мы понимаем, что должны быть резервироваться, ну, как бы, не сосходя из соображений нормальности, но есть национальная особенность, есть специфика аудитории, которая более того, с тем, что вот такая вот передовая инцепция, условно, да, прозрачности, опять же, но не уютно. Пусть будут убогие шлифты, но те же, где клиент сталкивается на двух сайтах. То есть, он гуляет по разных сайтам, он взрывается в комната, совершенно дикому, может, от уровня, но у него некий комфорт. И вот даже придумали для себя такую концепцию средневекового, не знаю, дизайна, продумано делать вот сайты вчерашнего, ну, вчерашнего вида, ну, для того, чтобы продавать завтра. Ну, это Украина. Как Вы думаете? Я поняла Вам вопрос. Я говорила про то, что очень важно проанализироваться любой аудиторию, да, на которой мы разрабатываем этот проект. Нельзя учесть все пожелания уже на аудитории, естественно. Когда приходит к нам клиент, и он говорит, что мы будем разрабатывать, да, сайт для мороженого, ну, и прочее, да. У нас время это, там, Украина. Украина. Украина, а еще лучше, если он еще говорит какой-то, ну, пьет так, да, возможно, только там мороженое продается, грубо говоря, в Киеве. И мы понимаем, что здесь есть какая-то своя национальная особенность, да, в которой говорили. Уничтожили, скажем, на аудиторию свой какой-то фирменный стиль. И так далее. Если это мороженое, там, с 39-го года выпускается в производство, то мы, учитывая, не привыкли, наверное, никого уже к тому, как вы думаете, мы должны и ход в него сделать, да, это узнобарность проекта. Если мы говорим про e-commerce, то, слава богу, веб-разработка, технологии, они растут очень быстро. Люди тем самым обучаются и тоже развиваются. И стараются ориентироваться на разработки, которые как луманы, которые... Тут уже нужно анализировать, ну, для себя, да. Вы делаете в первую очередь проект для себя и для ваших пользователей, для ваших пользователей вроде того. Если там сделали, все нравится, вы там вообще восторгли, но анализируя как бы это производство, через месяц, через балл, понимаете, что люди пишут, что мне тут неудобно или мне тут не нравится, то еще что-то. Потом нужно присматривать. Присматривать дизайн, нужно провести какое-то исследование, чем не нравится. А может быть, наоборот, да, вы сделали очень такой яркий дизайн, вроде бы, как для наших, да, для наших людей, нашим инкаритетам, но им не нравится. Кому-то, ну, кто к ним может больше десять минут выниматься, да, из-за того, что ты перегружена информацией, вы очень сильно такие яркие цвета и так далее. Тут уже нужно, конечно, смотреть. Вот, в первую очередь, мы должны ориентироваться на людей, которые, на проекты, да, которые хорошо продают, которые являются успешными. Наверняка, это не все-нибудь, ну, все продумано, но я думаю. Я надеюсь, я ответила. Спасибо. Еще есть вопросы? И все. Да, дякую. Спасибо.